Мы изначально планировали один матч с ФК Сочи, но до матча, мы по крайней мере понимали, что у нас где-то 10 человек, 12, мы получим малоигровые практики, то есть дом матча. К сожалению, сегодня, в день этого матча, второго с Тураном, у нас как ребят были такие микро повреждения, а напряженность, мышечная усталость, и мы не имели права рисковать, и получалось так, что матч такой оказался ласкутный, в том плане, что состав не сбитый, и не в этой футболисте пришлось играть вчера и сегодня, тем более утром, это очень тяжело, после вечернего матча. По тайму сыграло, это тоже много. Как бы так, завершающий состав, и некоторые моменты подготовки к началу сезона, второго весеннего атака, задачей были посмотреть пару сочетаний в атаке и еще какие-то позиции, чтобы понять до конца, кого уже ставить на первый весенний соревновательный тур. То есть такая аналитическая игра была для нас, мы понимали, что сегодня мы уже, ребята, многие находятся примерно на одном уровне физической способности и позиции такие, где всего того, что у нас не играть и рак, и нужно смотреть, кто более ценностен. Вот. Это была одна задача. Ну, транс-два, конечно, это сама игра, наша игра и так далее. Тем более хорошая команда, которая сильно укрепилась. Практически два состава равноценных, именно ФК «Сочи». Ну, матч понравился тем, что он был очень напряженный, он был приближен к соревновательному этапу. Мы такие удачи ставили, что исключить все от лощности такие, они не вынуждены ошибки, когда сборы начали немножко так более вальяжно себя чувствовать, не всегда. Нам нужно было концентрацию в соревновательном периоде максимально приблизить ее. Ну, она получила, потому что моментов не было ни одного момента в Сочи, но у нас много было стандартов, возможно для атакующих действий. Последний ход перед голом, так называемая зона 25-30-метровая, наоборот соперника. Было много этих вариантов, оно последнего хода, правильного паса, правильное предложение, оценка ситуации, выбор решений, он был не всегда правильный. Ну, возможно, первый фон усталости однозначно. Ну, это момент для нас, это пища, потому что пока мы вроде бы так не проиграем матч практически, а нет голов. Вот это немножко тревожит ситуации. Сегодня были фрагменты интересные до штрафной, а в штрафной предложение острого балла очень. Ну, в принципе, поставить игру до штрафной достаточно для меня нетрудно. Самое главное для этих оборотов, ну, это вот здесь, и, конечно, нужно качественное исполнение. Какое качественное исполнение нужно страдать? Точность удара, точность выбора решений, точность паса в уголе, чуть в шаг дать или так, рассчитать направление передачи, там, или действия определенного. Вот. Ну, оценка, игра была очень напряженная, практически пространства мало давали соперник. Мы много притинговали очень, в Сочи дали хороший объем работы. То есть сегодня игра такая была, ожидалось, что она будет лоскутная по-настоящему. И она так и получилась. Мы по ходу матча меняли позиции игроков, сюда, сюда, кто не играл никогда, отмогали, вышел, второй нападающий играть, ну, чтобы дать ребятам как будто набегаться, набрать объем, кто мало играл, посмотреть кого-то в каких сочетаниях, на позициях, то есть для аналитики. Вот. И чтобы не получить травму. Поэтому замены были такие, там, вышел, условно, Бошин, 30 минут, и все, хватит. Потому что для нас, как ключевой игрок, пауза, он не травмировал. 15 минут сыграл, условно, Рая, аккуратненько. Ну, то есть, как бы, дозировал нагрузку, чтобы, самое главное, никто не порвался. Может, надо на 5-7 минут почувствовать напряжение, обычно, все, уходи, пускай богателем, какой-то нападающим. Выправить свой таймер и без нападающих. Хотя было масса моментов для того, чтобы найти решение. Но когда уровень взаимодействия невысокий, потому что в таких составах не играем, в поле без нападающих, и не тренируем. Понятно, что это все воскутно, эпизоды, эпизоды, эпизоды. Поэтому, говорит, что это стелесно о матче сегодняшнем, нет смысла. Что касается сбора, ну, в принципе, отдал должное ребятам. Они прошли непростую, тяжелую, рутинную работу. Уставшие. Сегодня по вторичному два дня игровых. Завтра я планировал дать силовую подготовку, но убрал ее, потому что опасно. Мы дадим ребятам берегопечевой пояс. Только вверх, кор там и так далее. Активацию на поле сделаем. То есть, переведем организм в порядок. Переключим нагрузку с ног на берегопечевой пояс для того, чтобы правильно распределить кровоток и так далее. Вот. Все. Домой. С моего числа собираемся. И готовимся целенаправленно к матчу с Личьевым городом. Я уверен, что отойдут. Мозг сразу по-другому заработает. Под коры головного мозга, что слишком много информации на сборах. Я, когда пришел в «Факел», сразу поменял всю структуру. И сказал, что начало месяца у нас будет нормальный. Полтора-два месяца работа нормальная. Потому что срочный эффект, так называемый, сработает. Получит новую информацию. В позитивном плане агрессии. В позиции силы играть. И фиболист быстро принимает идею. А вот сейчас же начался такой процесс долгосрочный. Фейерверк резкого не будет шкачка в организации. Сейчас же потихоньку, по крупицам. Уже где-то проблемка. Дальше двигаться, потихоньку. Дальше двигаться. Пока это немножко ситуация такая. Она немножко застойная. Мы только на магазе работаем, который был. Пытаясь где-то что-то искать. Будем еще лучше, лучше, лучше. Выжимать уже димонов все больше и больше. Но вот это уже работа такая кропотливая. Она уже должна учитываться и в плане селекции, усиление позиций. Искать игроков. Чтобы снова был фейерверк, надо уже быть непоступательным. Мы должны идти к цели долгосрочной. Мобед очень важен. Ожидаемо, что вот так же загнать, я же еще сильнее там будет. Крутяк, это невозможно. Сейчас опять через работу, через талку надо шлифовать. И главное, надо давать результат. В первую очередь. Поэтому нам важно быть физически хорошими подготовленными. Этап сложный, этап непростой будет. Матчи будут от ножа практически все. Потому что вы видите, как усиливается Балтика. И Сочи, условно, тот же Оренбург взял футболиста неплохого от двух. Другие команды. Мы тоже постарались отдать должность, чтобы в силу своей составляющей, материальной клуб все равно старается брать игроков. И считает, что хорошим победителем условно и Райан, и Акбаша поможет, что молодые ребята. Ну, скажем так, спокойно в этой ситуации. У нас достаточно неплохая боевая футболиста. Да, они там не звезды футбола, но они имеют потенциал, они имеют характер и так далее. Мы это доказали очень несчастно. Главное, эту ситуацию не упустить. Вот. Поэтому настраивали ребят. Изборка настраивали. Самоотдача, концентрация, борьба. Да, проблем хватает. Ну, где их нет, они везде есть проблемы. Вчера ФК Сочи, по крайней мере, по-третьему, в основном, позитив большой, что не дали ни одного места создать. Сильной команде, скорость подборных футболистов. Это очень важно. Ну, в целом, так здесь, как бы, я благодарен всем службам, которые работали. Начиная условно от пресс-службы, наканчивая, конечно, людьми, которые делали незаметную работу. Администраторы, врачи. Ну, врачи заметные, конечно. Администраторы там, все остальные службы, и руководство, которое помогает, тут и всех оставляющих. У нас великолепно. По соединению команды, мы работали на хороших полях. Два сбора. Это тоже немаловажно. И еще благодарное руководство, что помогли им в коронелии, в проработке давно. Знал эти поля, и давно хотел поработать на этих полях. Потому что они и качество хорошее, и сама, и близко от отеля, и там комфортная, уютная обстановка. То есть лес, там, что-то так. Комфортно работать на этих полях. Поэтому, так бы, все службы отработали. Тринецкий штаб, все. С самоотдачей, там, с ошибками. Но все старались. Поэтому, стараюсь поблагодарить всех, все службы, которые футболисты, в том числе, кто отработал на сбор, чтобы они сидели профессионально, максимально старались, по крайней мере, все выполнять. У нас проблем каких-то больших не было вообще. Ну, нюансы, это как всегда. Естественно, это все в рабочем режиме. Ну, слова.